Всем привет! В этом ролике мы поговорим о нескольких крутых кразах, которые обитают в Германии. Может быть для некоторых это будет удивлением, но в странах Европы, в частности в Германии, обитает очень много советских грузовиков. Некоторые сохранились в первозданном виде, а некоторые немного переделали. Большинство таких грузовиков часто участвуют в специализированных выставках. В свободное от показа время они занимаются своей обычной грузовой работой или просто стоят на хранилище. Эти кразы остались в Восточной Германии после того, как эта Восточная Германия объединилась с Западной, потому что в Восточной Германии стояли советские войска все это время. Речь пойдет о первом кразе. Есть такой город Цвекал в восточной части страны Германии. Там обитает вот этот красавец, краз 257. Внешне он хорошо выглядит, точно как с завода и ни разу не реставрировался. Хотя что у него под капотом, не совсем понятно. Скорее всего родной мотор, наверное. Потому что все-таки в Германии там климат помягче и почище, и поэтому кразы так сильно там не гнили. Следующий, краз номер два, краз 255 с полным приводом, служивший в армии ГДР, Германская Демократическая Республика. Это была Восточная Германия, а была еще Западная. Внешне у этого краза тоже ничего, только краска немного выгорела, он армейский. Это самая любимая модель краза у немцев, лаптежник. Огромные колеса вкупе с полным приводом. То, что надо. Следующий краз номер три, это тягач, который тащит тяжеловозные грузы. База от краз 258. Находится он в городе Штендаль. Штендаль. Город Штендаль. Или Штендаль. Фото сделано на одной из выставок грузовиков. Также видно, что у него двойная кабина и незаводские бампера, смонтированы из массивных швеллеров. Но это уже немцы сделали. Выхлопную трубу вот сделали, какую нужно правильную. Покрасили колеса в серебрянку и получился неплохой себе такой краз, который напоминает старинные американские грузовики. Третий краз, ой, извините, четвертый краз, черный. Эта модель похожа на предыдущий третий краз. Также создан на базе 258 краза. С 70-го года его использовала фирма Wismut в Германии. В 92-м году он был куплен местным коллекционером и поэтому сохранился в хорошем виде до нашего времени. У него, опять же, удлинена кабина. Он покрашен черной хорошей краской, красиво сделан. Диски покрашены в серебрянку. Сделано там, вот виднеется, за запасными колесами за кабиной выхлопная труба, которая правильная. Поставлены дудки для дудиканья или бибиканья, кому как нравится. И он также напоминает старинные американские тягачи 50-х, 60-х годов 20-го века. Следующий краз номер 5. Это самосвал. Был также на балансе некой фирмы Wismut. Но, судя по фото, он никуда уже не поедет и стоит как экспонат на площадях фирмы. Обратите внимание, у него бампер покрашен в цвет кузова и кабины. И все в едином цвете выдержано. Колеса покрашены в черный цвет. На бампере установлены дополнительные противотуманки. Сделаны такой, типа, что-то, какие-то дуги для кенгурятника или для лучшего залазания на капот. И особенно, что интересная, красивая деталь, мне понравилась. Между передними и задними колесами установлены такие вот эти вот панели, такие вот, которые красоту добавляют, на мой взгляд. Они взяты от современных полуприцепов, шмитц или когель. От современных грузовиков, в общем, такие установлены. Шестой. Этот самосвал крас-лаптежник с синий-серой, какой-то зелено-серой кабиной на базе военного грузовика КРАЗ-255Б или В. Сразу видно, что он самодельный, так как кузов от 256-го КРАЗа находится в городе Нойдербен. Нойдербен? Нойдербен. Я не могу произносить немецкие названия, мне это очень тяжело. Следующий КРАЗ-7. Это балластный тягач-тяжеловоз, сделанный из КРАЗ-255Б. Вот он желтый, такой красивый. На нем установлены дополнительно хромированный бампер, квадратные фары от жигулей, закрылки на задние колеса и люстра на крыше. Местонахождение город Ганновер. Обычный стандартный бампер. Обделали этой нержавейкой, такой блестящий, шлифованный или хромированный. Вот. И получился, покрасили желтой краской красивой, эмалированной. И получился желтый красивый КРАЗ. Вот. Здесь не видно, вот здесь не видно у него выхлопной трубы, но я вам совершенно точно говорю, их там две, и они там сзади, просто за кабиной, они низенькие. Выхлопные трубы вверх прямоточные для лучшего звучания движка. Следующий тягач номер 8 красного цвета. Магистральный по сути прям тягач с выхлопами. Все как надо. Покрашен правильный цвет, красиво красной красочкой. Обычный это был самосвал КРАЗ-256, но он однажды попал к частнику, где его привели в ухоженный вид и покрасили в красный цвет. Небольшой тюнинг в виде вертикальных выхлопных труб. Этот автомобиль участвует в свадебных кортежах. Находится в городе БОХОЛЬТ. БОХОЛЬТ. Ну вот мы видим, очень стильно он покрашен, красный цвет, лобовые стекла сделаны в черные рамки. Колпаки стоят на КРАЗовских дисках от европейских грузовиков, что добавляет ему красоты. В едином стиле покрашен бензобак, сделан наружный этот воздушный фильтр. Поставлены, конечно, на крышу замечательные бибики для бибиканья, дудки для дудики. Следующий крас номер 9. Девятый крас. В нашем ролике он последний. 256 крас. Он также является балластным тягачем, созданным на базе 256-го КРАЗа. У него длинная кабина, боковые окна, зеркало на бампере и специальный отсек для балласта. Вот сделана кабина удлиненная. А там мы видим черный крас предыдущий, который уже я говорил. В принципе, все сделано нормально, красиво, симпатично. Вообще, КРАЗа, если бы красили в разные цвета и какие-нибудь полосочки бы делали, то было бы очень симпатичным. Мог бы быть грузовик, кстати. Если бы были бы магистральные нормальные модификации промышленные, несамодельные, то это было бы в то время очень неплохо. Но этого всего не было, поэтому немцы допиливали эти грузовики сами. Это далеко не все КРАЗы, которые есть в Германии. В Германии много очень интересных КРАЗов, переделанных, затюнингованных, оставшихся от советской армии и от армии ГДР. Потому что армия ГДР пользовалась советской военной техникой. Танки, самолеты и грузовые машины брались из СССР. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, заходите на блог Яндекс.Дзем. Туда обязательно подписывайтесь. Там много всего интересного, можно почитать. Можно делать донаты. Ссылки в описании на развитие канала. Это помогает каналу развиваться. Вместе мы будем узнавать все больше, что-то нового, интересного на моем канале. Ставьте колокольчик обязательно и ставьте комментарии, конечно же. Все это я читаю. Любые комментарии стараюсь читать. Почти все. И почти на все стараюсь отвечать. Как вы все знаете. Всем удачи в наше нелегкое время. Будем крепиться и будем жить дальше. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok